МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный обзор событий, происшествий и мероприятий в изложении наших авторов. В нынешней информационной программе будут тем, как городсков, так и даже всероссийского масштаба. Вот о чем речь пойдет в нашем сегодняшнем выпуске. Дела сердечные. Рязанские кардиологи провели урок здоровья, посвященные причинам возникновения болезни сердечно-сосудистой системы. Память о страшных годах. Сегодня малолетние узники фашистских концлагерей рассказали школьникам свои непридуманные истории. Океан Солярис Андрея Тарковского продолжается. Мастер-класс провел известный фотохудожник. Ну а теперь обо всем подробнее. И начнем с темы, которая, как правило, до поры до времени не очень сильно беспокоит горожан. А именно речь идет о крепости и здоровье собственной сердечно-сосудистой системы. Впрочем, отечественные кардиологи сообщают, что за последние 10 лет ситуация здесь изменилась и в лучшую сторону. Однако по-прежнему каждая вторая смерть наступает от болезни сердца. По данным Росстата, в 2013 году от таких заболеваний умерли около миллиона человек. В том числе более 520 тысяч умерли из-за ишемической болезни сердца. В России 2015 год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь по статистике, около половины всех смертей в стране приходится именно на эту категорию болезней. Минздрав планирует изменить ситуацию с помощью профилактики борьбы с вредными привычками и создания в регионах центров управления скорой помощи. Многие вещи очень простые. Они просто требуют внимательного отношения к пациенту, к рекомендациям врача. Если они будут выполняться не одну неделю, не месяц, а годы, годы, это позволит улучшить прогноз, как мы говорим. Это позволит улучшить качество жизни. Качество жизни – это насколько человек комфортно себя чувствует, даже находясь со своим хроническим заболеванием. Рязанский кардиодиспансер начал с 11 апреля большую работу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая продлится до мая. Так сегодня прошел урок школы здоровья. Пациентам рассказывали, что делать, когда беспокоит сердце. Даются на таких занятиях рекомендации по рациональному лечению, по распорядку дня, по общей принципу, те, которые пациент должен знать при данной патологии. Тема большая. Включает много аспектов и правил. Ограниченное употребление жидкости, соли, размеренные физические нагрузки. Конечно, нужны такие уроки. Как же не нужны. Некоторые долго лежат давно, некоторые только новенькие, как говорится, сердечники. Поэтому это нужно обязательно. И в других больницах в том числе. Посещение таких лекций, проведение для больных – это хороший эффект дает. Что-то познаем новое. Что-то из старенького вновь почерпываем. Кроме таких уроков, пациенты узнают о своем заболевании также из настольных игр, которые устраивают для них медицинские работники. Что делать, если отекли ноги, кружится голова или ухудшилось зрение. Грамотность действий при первых признаках ухудшения работы сердца и своевременной вызов врача. Врач в такой непринужденной атмосфере, в игровой обстановке. Он проводит такие обучающие моменты. То есть обучает пациентов сердечной недостаточностью, каким-то навыком поведения. Обсуждает какие-то вопросы, там нужно или, допустим, не нужно. Какие-то действия предпринимать в случае обострения хронической сердечной достаточности. Кардиологи говорят, лечение сердечных заболеваний наполовину зависит от самого пациента. Либо он, попав на прием к кардиологу, однажды прислушивается к рекомендациям врача, либо, в лучшем случае, окажется здесь вновь. Сегодня в Горьковской библиотеке со школьниками встретились узники фашистских концлагерей и рассказали ребятам свои жизненные истории. Такие встречи особенно важны в преддверии 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Встреча с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей состоялась, как и каждый год, в библиотеке имени Горького. Присутствовали на ней и сами бывшие заключенные, и представители городской и областной властей, а также учащиеся рязанских школ и вузов. Тот ужас войны, который наша страна ощутила, он в полной мере отразился на тех, кто попал в фашистские лагеря. И через это все пройдя, конечно, сложно представить, как вы это несете по жизни, и как вы смогли действительно себе это побороть, этот страх и любовь к жизни расхожествовала в вашем сердце. Низкий вам портон, большое вам спасибо за то, что вы есть. Подобные мероприятия проводятся с одной лишь целью – донести до молодежи, что каждый миг, каждая секунда прожитое ими – бесценное сокровище. Эти люди, будучи невинными детьми, пережили страшные испытания, и своей главной задачей они считают сохранение истории. Вы пережили этот ужас и остались при этом высочайшими людьми, людьми с большой буквы. Вас не сломили эти нелюди, и это очень важно, потому что то, что в вашей жизни сегодня является для всех нас примером, примером мужества, стойкости, примером оптимизма и добра. А теперь о городских событиях. Как известно, пару недель назад стихийный рынок на Лыбецком бульваре был перенесен поближе к стадиону «Спартак». Ведь на территории этой зеленой зоны ожидаются большие благоустроительные работы. А под потепроводом, который как раз и разграничил место проведения работ и территорию Балашиного рынка, рабочие установили ограждение. Этот жестяной забор на Лыбецком бульваре, покрашенный зеленой краской, недолго простоял нетронутым. И даже несмотря на установленные информационные таблички, некоторые рязанцы остались недовольны перекрытием пешеходной зоны. Примерно еще неделю назад горожанам для того, чтобы попасть на другую сторону Лыбецкого бульвара, необходимо было подняться по ступенькам, перейти через дорогу, и уже только затем они оказывались у центрального рынка либо у стадиона «Спартак». А вот буквально пару дней назад кто-то отломал нижнюю и верхнюю части секции жестяного забора и фактически таким образом открыл проход. Впрочем, воспользоваться этим новым проходом возможно только людям с неплохим уровнем гибкости и сноровки. И возможно поэтому прохожих в будничный день здесь не так много. Напомним, что работы по благоустройству территории Лыбецкого бульвара начались еще в марте нынешнего года. По имеющимся сведениям, их намерены провести предприниматели, которые ведут строительство гостиницы на улице Мюнстерской. Пока же здесь прокопаны траншеи для прокладки кабелей и других средств коммуникации к зданию будущей гостиницы. Одновременно с работами перенесен и знаменитый уже стихийный рынок. И теперь он располагается на подходах к стадиону «Спартак». А вообще, по планам чиновников городадминистрации, Лыбецкий бульвар благоустроят, проведут освещение, в том числе и ночное, а также установят детские игровые и спортивные площадки. По-прежнему под пристальным вниманием сотрудников спасательной службы остается ситуация, связанная с поджогами и последующим горением сухой травы. Накануне состоялось заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где главной темой обсуждения, разумеется, стала подготовка к пожароопасному периоду. На встрече отмечалась возможность проведения профилактической работы с жителями муниципальных районов и людьми, приезжающими на отдых. И вот положительный пример бдительности граждан. Это видео прислали в редакцию жителей села Ивашково Рыбновского района, снятые в эти выходные. Там началось возгорание сухой травы возле дачного кооператива. Причем огонь стал распространяться так быстро, что возникла реальная опасность пожара уже непосредственно в дачных домиках. Дачники, как могли, старались остановить пламя. И тут им на помощь пришел местный тракторист, который буквально за пару минут с помощью техники расправился с опасным возгоранием. А дальше будет видеоматериал о крупной автоаварии, произошедшей вчера в Михайловском районе. Там столкнулись сразу три автомобиля. Поначалу появилась информация о четырех госпитализированных в Михайловскую ЦРБ. Однако через некоторое время инспекторы ГИБДД сообщили, что за врачебной помощью обратилось и еще пять пассажиров, но уже в больницу города Скопина. Утром 13 апреля на трассе Москва-Астрахань в Михайловском районе произошло крупное ДТП, в котором пострадало 9 человек. Грузовой автомобиль «Вольво» с Владимирскими номерами, следующий со стороны столицы, совершил столкновение с двигающимся впереди него в попутном направлении микроавтобусом «Ситроэн Джампер» с московскими номерами, который в свою очередь выехал навстречу, где столкнулся с автомобилем коммунальных служб, убирающим противоположную сторону дороги. На оброн швафула обгоняла легковые машины. Перестраиваюсь ей задней частью, удариваю «Ситроэн». «Ситроэн» летел в «КамАЗ» в мою машину и вытащил ее, следуя за собой, повстреченный по войсу в ту сторону. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека госпитализированы и 5 человек обращались за медицинской помощью. А рязанские полицейские накрыли торговую точку по продаже нелегального алкоголя. Причем на этот раз спиртные напитки сомнительного качества продавал сторож автостоянки в первых бутырках. Без малого полтонны контрафактного алкоголя было изъято сотрудниками полиции. Бдительные рязанцы сообщили влюстителям правопорядка о том, что на улице первой бутырки некий предприимчивый деятель из-под полы торгует водкой сомнительного качества. Полицейские в ходе проверки выявили, что нехороший алкоголь прямо на рабочем месте продает сторож местной автостоянки. Вон где эти коробки? Такие. А их сегодня привезли. Что далее, заберут? Документы. Документов нету. Сотрудники полиции регулярно проводят мероприятия с целью выявления граждан, которые незаконно торгуют фальшивой водкой. В ходе последнего мероприятия было изъято 475 литров контрафактного алкоголя. Обнаружено 9 коробок с пробками от бутылок для изготовления новой партии алкогольной продукции. А также выявлено 10 тысяч акцизных марок с признаками подделки. Ранее полицейские уже фиксировали на этой автостоянке подобные нарушения. Работники, замеченные в незаконной продаже спиртного, привлекались к ответственности. Всю алкогольную продукцию изымали. Однако в этот раз полицейские установили, что подпольный магазин контрафактного спиртного стал дополнительно и цехом по производству нелицензированной алкогольной продукции. На территории автостоянки обнаружили ящик с пробками для удочных бутылок и рулоны акцизных марок с признаками подделки. Сейчас по данному факту проводится проверка. А теперь о событиях в сфере культуры. 4 апреля, в день рождения известного советского режиссера Андрея Тарковского, в Рязани открылся очередной творческий конкурс под названием «Океан Солярис. Острова памяти». Этот фестиваль разносторонний, в нем принимают участие люди, связанные не только с кинематографом, но и представители других творческих профессий. Конкурс в память о Тарковском, который частенько гостил в поселке Мясном Путятинского района, продлится до начала сентября. А за это время на различных площадках встречи и мастер-классы проведут режиссеры, художники, писатели или композиторы. Вот, например, накануне свою творческую встречу устроил питерский фотохудожник Михаил Павловский. Вчера, в понедельник, в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества состоялся первый мастер-класс в рамках проекта «Океан Солярис. Острова памяти». Секреты своей работы рязанцем раскрыл питерский фотохудожник Михаил Павловский. Важно просто смотреть. Важно смотреть и видеть все, и в этом всем находить то, что важно сейчас, то, что важно как момент. Потому что фотография – это искусство момента. Это не тенденция, не модно, не современно, не современно, не авангардно, не авангардно. Фотография – это в первую очередь искусство момента. И как зритель, как фотограф, человек-фотограф должен искать момент. Павловский работал звукорежиссером на малой сцене театра Ленсовета, снимал для театра Пушкинская школа, принимал участие в выставках в Санкт-Петербурге, Ярославле, Москве, Германии. Это атмосфера, да, это атмосфера вот этого вечного поиска, вечного возвращения. И вообще вот это течение времени. И не говоря уже о том, что да, если говорить просто про профессию, то сам характер изображения в фильмах Тарковского – это все то, без чего, мне кажется, нормальный человек с фотоаппаратом существовать. Без понимания чего нормальный человек с фотоаппаратом существовать не в состоянии. Фотоработы Михаила публиковались в таких изданиях, как «Афиша», «Петербургский театральный журнал», «Театральный Петербург» и других. Ну а теперь о погоде. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни погода в областном центре начнет ухудшаться. Ожидаются пасмурные дни и становятся, возможно, обильные осадки. Погода в выходные побаловала нас солнцем и теплом и, видимо, решила, что хорошего понемножку. В Рязань возвращается неустойчивая прохладная погода. Субтропический антициклон, продолжая движение на восток, утрачивает контроль над погодой в регионе. В ночь на понедельник прошел холодный фронт, а следом за которым проникла менее теплая воздушная масса. После воскресного 20-градусного рекорда тепла посвежела до плюс 13. Нет, о возвращении зимы речь, конечно же, не идет. Погода сохранит весенний характер. Но это будет капризная весна с неустойчивой прохладной погодой. Облачность станет значительной. Пойдут осадки, преимущественно в виде дождя, по ночам с мокрым снегом. Вновь усилится ветер и заметно похолодает. Ночная температура существенно не изменится, оставаясь близкой к нулю. А вот дневная понизится до плюс 6, плюс 10 градусов. Погода будет похожа на ту, что отмечалось неделю назад. А среднесуточная температура окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Похолодание ожидается затяжным на 7-10 дней. Теплая весенняя погода вернется в наш город в последние пятидневки апреля. Но во всем есть плюсы. Следует отметить, что влажная погода очень важна в этот пожароопасный приходный период. И это был завершающий наш эфир видеоматериал. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет военный комиссар Рязанской области Владислав Деев. И речь в беседе пойдет о проходящем сейчас весеннем призыве. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин